В данном видео расскажу, как можно установить Nextcloud в Ubuntu 22.04. Перейду на официальный сайт Nextcloud и в разделе загрузки выберу Nextcloud сервер. Здесь доступны образы для докера, для виртуальных машин, веб-установщик, архив, снап-пакет, образ для Raspberry Pi и список устройств, поставляемых в Nextcloud. Устанавливать буду при помощи снап-пакета. Нажимаю Install и произвести установку можно при помощи терминала либо открыть ссылку в магазине приложений SnapStore. Нажимаю Установить. Ввожу пароль администратора и установка прошла успешно. Теперь в браузере открываю Localhost и здесь необходимо создать учетную запись администратора. Ввожу имя пользователя, пароль и нажимаю Установить. Также Nextcloud предлагает установить рекомендованные приложения, такие как «Календарь», «Контакты», «Почта», «Офис», «Заметки» и «Толк». Устанавливаю их. Если это необходимо, можно от них отказаться. Здесь можно прочитать про возможности Nextcloud. Скачать приложение, которое доступно на Android, iPhone, а также настольные приложения для Windows, Mac и Linux. Скачаю настольное приложение. Для загрузки доступен образ AppImage. И нажимаю «Начать». Открывается главная панель. Слева сверху доступное приложение. Например, файлы. Которую можно добавить, нажав на нее. Также можно установить и другие приложения. Далее идут фото. События. Конференции. Почта. Контакты. Которые можно создать или импортировать с компьютера. Календарь, где можно создать события. Ну и заметки. Например, создам тестовую заметку. И она отображается. Здесь можно посмотреть уведомления. Добавить личную информацию, если это необходимо. Поменять пароль. Добавить личную информацию. Настроить уведомления. Скачать клиенты. Также адрес сервера указан как localhost. И зайти в Nextcloud можно только с текущего компьютера. Как это изменить, я расскажу чуть позже. IP-адрес у меня раздается при помощи роутера. И данный компьютер имеет следующий IP-адрес. Далее идут настройки общего доступа. Внешнего вида. Доступность. Обработка файлов. Конфиденциальность. Если попробовать перейти на IP-адрес текущего компьютера с любого устройства в данной сети, то можно получить ошибку. То, что доступ через недоверенный домен. Для того, чтобы это исправить, необходимо будет отредактировать конфигурационный файл. Сделаю это позже. И настройка набора офисных приложений. Далее идут настройки, отвечающие за параметры сервера. Такие как общие сведения. Поддержка. Основные параметры. Параметры публикации. И прочие настройки. Также, если это необходимо, можно установить текущий статус. Произвести поиск контактов. И перейду к настройке конфигурационного файла. Для того, чтобы данный компьютер был доступен из сети. Так как Nextcloud устанавливался при помощи Snap, то конфигурационный файл находится по следующему пути. Сделаю резервную копию, скопировав данный файл. Я отредактирую его при помощи редактора Nano. В файле необходимо найти строчку Trusted Domains и добавить IP-адрес текущего компьютера в массив. Сохраняю файл при помощи Ctrl-O и Enter. И выхожу при помощи Ctrl-X. Теперь, если я перезагружу страницу, то можно войти в Nextcloud. Ввожу имя пользователя и пароль. И авторизация прошла успешно. Теперь перейду к приложению. Для того, чтобы его запустить, необходимо открыть свойства и на вкладке разрешения разрешить выполнение файла как программы. И теперь нажать правой кнопкой «Запустить». В моем случае приложение почему-то отказалось запускаться, поэтому установлю версию из репозиториев Ubuntu. Сделаю это следующей командой. Запускаю клиент. Нажимаю «Войти». Ввожу IP-адрес сервера. Нажимаю «Войти». Нажимаю «Войти». Разрешить доступ. Для удобства поменяю папку. Создам новую под названием «Nextcloud Files». И нажимаю «Подключиться». Происходит синхронизация файлов. Это те файлы, которые уже были изначально при установке. Также можно перейти в «Параметры». Настроить, какие папки синхронизировать. Используется «Nextcloud» версии 3.4.2. И перейду к смартфону. На смартфоне зайду в магазин приложений. Найду «Nextcloud» и устанавливаю его. Также доступны приложения «Nextcloud Talk» и «Nextcloud Notes» для заметок. Запускаю приложение. И нажимаю «Войти». Снова ввожу адрес сервера. Нажимаю «Войти». Ввожу имя пользователя и пароль. Разрешаю доступ. Разрешаю приложению «Nextcloud». Доступ к фото, пультимедиа и файлам на устройстве. И происходит получение данных. Загрузились данные, которые идут вместе с установкой. Также можно добавить файлы, нажав на «Плюс». «Открыть заметку». Например, попробую открыть заметку. И она успешно открывается. Также доступно следующее меню. На этом установка «Nextclouds» завершена. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...